так вот это вот тема сегодняшнего дня это черенки вот я с любовью обнял черенки это мне в руках мел бы черенки мел бы с ними мне придется расставаться вспоминаю со смехом отчаянное письмо пожалуйста ну хоть бы не обманите я отвечаю на это письмо ободралась как липкой по словам ветки там ну не могу меня это видите как сказать а это куда делать вот эти ветки не отрежешь до следующем поколении уже веток веток уже не будет одно поколение все и это место занимает дерево и получается чтобы развивать сады его нужно этим пожертвовать вот эта тема сегодняшнего дня черенки вот про них и будем говорить вот так вот а снимок этот немой надо так случится случится такого надо было что ко мне приехали гости господи какие замечательные ребята но почему между ними 5000 километров а между нами какая страна большая как какая роскошь только встретиться не можем раз несколько лет встречаемся видите последний сколько черенков конечно те несколько лет эти деревья начнут болеть вот замену им посадить негде да это грустно вот садим на дальнем плане тем это черенки видите это сварок вот это специально выручено дерево имеет пирамидальную такую форму это ее естественнейшая на планете форма миллионы лет груши росли в таком вот виде какой-то идиот я уже знаете начинаю злиться и начиная уже вот такими грубыми словами с 19 века который плавно пришло двадцатый век сказал неправильная форма не имея понятия что яблоки груши разошлись тем сырые места однако рано эти сухие места редкие дожди вот и сбор заметьте сбор воды с помощью листьев таким образом чтобы они снабжали стержневой корень и его нельзя не распирать не осветлять никаких лишних веток на нем нет ни одной вот единственное что я вам приготовил это это дерево у меня есть взрослая дерево явно сейчас покажу вот сварок а вот это молодой а два уже выпилена места то нет надо чем-то где-то свеженький как лончик посадить вот уже со слезами на глазах осталось от полтора дерева то и вот это второе а вот все эти черенки пойдут кого вы скажете а ну к черт нам сварок вы же говорите что из вашей полутора десятков или сказать можно из вашей дюжины это самый невкусный а вы бы пробовали какой на молодом дереве а вы знаете что он самый морозостойкий скульптурных сортов в мире это достижение бойковой галины никого моя подруга вы знаете как живой классик книгу могу показать вот еще только найти надо где в железу рикосиновичи от бойкова автора сорта сварок вы понимаете как круг замкнулся где-то там хихиха ха это какой там железо а где-то дружба настоящая и вот она моем саду прекрасный сорт сварок на молодых деревьях плоды видели вот и еще к тому же скажем так настолько пикантный вкус что то что я говорю ой что-то морду ворочу но больше никто и вот это случайно навеяло то что на заднем плане вы увидели вон там пирамидальную крону так вот и наверное пойдем дальше а здесь смотрите растет себе дерево молодое она пойдет тоже начинайте смотрите вот они чинки верхнюю ярус видите да вот но в данном случае вы уже не его земля бы нет в данном случае вы уже возник винти это вам не шутки это я привез украины провез тайком от таможенников я потом газете позида написал прошу считать мое это самое признание что я провел с контрабандой черенки ну не только это в том числе и квинти с украины прошу считать явкой с повинной это было и шутка и шутка была горькая потому что страна распалась смотрим дальше друзья мне вот этот снимок кто фотографировал когда меня заставили позировать вот но факт что на лицо мои молодые друзья вот такие они должны быть светом взглядом доброжелательные чистые какие-то я все поражаюсь наш век когда кругом столько мошенничество встретить таких людей это это как сказать хоть и молодые на это штучное изделие так отвечу павел троценко ну что я скажу книги напечатаны правда удается с трудом продавать да еще как-то да еще почему рассказать и не продаются но факт то что он создал не просто книги он создал действительно изделия красоты необыкновенной нарядное прекрасное я понимаю почему не раскуплены для кого-то 600 или 1300 рублей непомерная сумма в такое время живем ну или ансана советчего знаете это будущее науки на данный момент единственная мостик между наукой и любительским садоводством так ну а дальше это тоже фотографии мне прислали прислали поэтому я раньше их не показывал так и замечательно и вот теперь так смотрите вчера я был в гостях у тоторова владимира александровича объясняю сейчас в районарийский ой сэна будет так это у меня по фрейду сейчас сайногорский его окрестностях живых я даже горько говорю живых осталось нас пятеро тотор вот он владимир садович и волшебник дальше идет филиппев которого уже надеюсь знаете владимир викторович дальше идет ростовская татьяна и это с ростовский валера семья дальше идет чернобаев леони дмитрий ну и меня можно 5 назвать ну и еще молодой железов но может он еще столько не сделано садоваться как первая пятерка но в нем все впереди он крадочком работает горькая правда так что будет ли он шестым посмотрим вот и вот я снимал фильм фильм уже на канале на выставлен в этом фильме кто видел пусть уже плодов нет на дереве но сам рассказ впечатление производит такое что я вам даже покажу специально смотрите вот это вот руками сделала слева диплоидная и поехали сувенир востоха 50 веточек может нарезать комета позднее 10 дальше красно мясо шатер в общем половина сортов знаменитых вторая половина менее известных но не менее ценных вот это он мне преподнес теперь я отсюда и отсюда выберу порядка 12 не больше вот там где 3 вот он может селезать черенка 2 черенка вот 3 2 5 эти я включать не буду в каталог к сожалению друзья иначе я просто не справлюсь с работой а 12 выбранных начиная сувенира востока знаменитая сорта этюд чернослив козловского старта стартовая о поддерживании взял я считал что это я монополис да в общем ладно это уже не важно кто у кого приоритет важно то что вы друзья и так вот эти черенки будут нарезаны через к дней уже четверг обещают минут 20 я надеюсь что 20 не случится потому что снега нет сильно резко еще отсюда кое-что возьмем из груш но погрушим тут конечно со мной не сравниться если набаевым то есть 3 3 коллекция она не хуже но по крайней мере ну как бы сказать тут если туда во многих случаях монополиста тут уже сюда монополиста но кое-что я сюда возьмем сказать гигант под москвой он все 5 черенком а поди откажись гигант под москвой а ведь и как нему попала вот так и попала ко мне с москвой от мараховской потом от меня чернобаев чернобаев тоторов вот круг замкнулся вот это не считается фактически вместе с удовольствием там одна семья и так посмотрели вот я только встал под фотографию дальше я вас отправляю в кино фильм вот он уже там 500 просмотров вот правда заказа всего не больше двух почему-то пока пришло заказать 500 просмотров маловато но у меня есть такая штука с голоду мы не пропадем вот это чернобаев уже штук 40 заказов имеем а можете 50 вот есть крупные заказы олег олег привет брянску я имею ввиду мезинову который называет меня своим учителем да это вообще 32 заказал так и я сразу скажу проблемы будут с персиковыми членками не так много мои достанутся сервер все равно будет проивать весной мы членки своего стада достанутся сергею вот а я это самая долю меня берет или я в долю чернобаева это на продаже нет персиков членков в общем и чернобаева но там будет много мелких один за два два за один в общем как-то не человек 20-30 мы удовлетворим это если подумал по два не больше так это чисто практические занятия на всякий случай потом кто-то включит отдельно вернется и разберется что тут есть но еще раз говорю там где вы видите пять штук или три штуки вот две штуки ринг-код советский я даже резать на первом этапе не будет надо вначале там где действительно те которые будут с руками рвать значит вот это прямой прикол я взял несколько упаковок с яблоками выложил сюда на улицу видите люди начали понемножку разбирать а я смотрел с окошкой и радовался вот видите мне так нравится угощать и вопрос сил нет это прямо это я бы всю жизнь угощал дабы мне бог больше денег я бы всех детей страны бы накормил вот этим если бы если бы дали такую возможность вместо той отравы но мне это не дано это все мои возможности вот это вот